Спасибо вам за вопросы, спасибо за то, что вы не оставляете меня в монологе. Если статус – это неправильно, в этом мире нет правильно, и в этом мире нет неправильно. Есть только одно, что созвучно вам, и что не созвучно. Ну, например, давайте возьмем обыденную сферу отношений мужчины с женщиной. Например, мы встретились с мужчиной, и в моей картине мира – это мужчина. Я в его картине – женщина, и мы притянулись как мужчина с женщиной. И на каком-то этапе у нас отношения развивается мужчина-женщина. Но рано или поздно должен следующий этап наступить, и эта задача уже третьего-четвертого свидания – перейти в следующий статус – это мой мужчина, и я его женщина. Как только мы определяемся в статусе и понимаем, что мы пара, и мы готовы развивать отношения, переходить на следующий статус уже там – мой муж, моя жена, или на статус, что мы больше, чем просто женщина и мужчина, мы озвучиваем это, да, и мы в ясном понимании. То есть когда у меня есть ясное понимание, кто передо мной, когда я ясно понимаю, кто я. Когда я ясно понимаю, кто я, я понимаю, кто передо мной. Поэтому, например, если я просто встречаюсь с мужчиной, ну, просто это мужчина, у меня к нему как бы определенный ряд обязательств. Понимание моих обязательств и понимание его обязательств. Потому что любовь – это не просто ухи в махе перед луной, это не просто бабочки в животе, это и ответственность, это и обязательство. Поэтому, когда, например, мой мужчина в статусе «мой», я понимаю, что он мой, да, и он не просто так пришел, ушел, сегодня у него хорошее настроение, он рядом, у него плохое настроение, развернулся, ушел к другой женщине. И, соответственно, мы определяем обязательства, так называемую должностную инструкцию. Я 7 лет проработала как бизнес-тренер, и я всегда приходила к руководителям и говорила, у каждого вашего сотрудника должен быть должностной листок. по этому должностному листку должно быть расписано, что он имеет право делать, что он не имеет, что входит в его конкретную профессиональную деятельность. Потому что если этого должностного листка нет, твоего сотрудника будет мотать туда-сюда. Например, если в его должностном инструкции нет, что он должен приносить кофе своему соседу, то он и не обязан это делать. А вот если там прописано, тогда ты можешь с него и спросить это. Так вот, когда мы понимаем, какую роль я занимаю по отношению, например, я пришла на работу, и я понимаю, что я сотрудник. Я понимаю, вот мой начальник, вот тот, кто спускает мне должностную инструкцию. Когда я прихожу к родителю, например, к отцу, я понимаю, я сейчас в статусе дочери, и я не смогу быть в статусе учителя. Сколько я бы сейчас не попыталась своего отца учить, он просто не примет от меня вот этих вот учений моих.